Продолжаем говорить о выставке «Голос, покоривший мир», посвященной Дмитрию Хворостовскому. Яна, пожалуйста, давайте напомню, Яна Стародубцева, заведующая экспозиционным отделом Краснодарского краевого краеведческого музея, биограф Дмитрия Хворостовского, в нашей студии мы продолжаем говорить о том, что можно увидеть на этой самой выставке, на этой экспозиции. Да, такие графики гастрольные Дмитрия Александровича Хворостовского, которые вы сейчас видите на экране, они представлены в ограниченном материале на выставке, те, которые вы видите сейчас, они только в музее находятся, они еще ждут своего исследователя, потому что это уникальная вещь. Гастрольный график, где мы можем видеть период, расписан гастрольный график Хворостовского, которого после конкурса BBC в Кардифе ждали всегда и везде, был на 5 лет вперед. То есть, грубо говоря, в 93-м году он знал, что у него будет в октябре 1998 года. Это расписание было у него уже на руках, составлялась его импресария, и в этих графиках период указан, когда концерт, с кем договоренность, где концерт, и кто организатор, промоутер этого концерта. Вот удивительно, я посмотрел этот график, видел ваше, но вот, допустим, такой страны, как Россия, в этом графике практически нет. Вот здесь мы... Как часто он бывал? У вас какие годы? 96-й, 99-й. Он два месяца в году всегда был в России. То есть это просто здесь не отображалось, очевидно? Нет, есть и другие, полистайте у вас. Вот, допустим, расписание, составленное, был импресарио Марк Хилдрю из фирмы Тилит энд Ипсон. Между прочим, эта фирма составляла и гастрольные туры Сергея Рахманинова, очень старейшая. И этот импресарио Марк Хилдрю из этой фирмы работал с первых дней с Дмитрием Хворостовским. Я говорила, еще повторюсь, что он в одночасье стал знаменитым. Это самая стремительная вокальная карьера, которая была у артиста за последние десятилетия. Его называли «Сибирский экспресс», потому что сегодня его никто не знал. Советский Союз впервые участвовал в конкурсе BBC. И на следующий день после победы за него шла борьба. Крупнейшие оперные сцены, крупнейшие концертные залы боролись за то, чтобы заключить контракт с Дмитрием Хворостовским. И, конечно, первые годы с 1989 по 1993 было очень много ангажементов на Западе. Но Дмитрий Александрович был русский певец, работающий за рубежом. Его миссия, как он говорил, петь русскую музыку. И чем он занимался на Западе в первые годы? Он пропагандировал русскую культуру, русскую музыку. Он пел Чайковского, Рахманинова, он познакомил мир со Сверидовым. В 1994 году, когда была мировая премьера фокальной поэмы «Сверидова, отчалившая Русь», на Западе не знали, Сверидова, что есть такой композитор. Хворостовский возложил на себя миссию познакомить западную публику с гениальным композитором, последним композитором 20 века, учеником Шестаковича. Все это было на гастролях, с гастрольными графиками понятно. Давайте пробежимся по тем вещам, которые у нас еще есть на Стольяте. Я отвечу, Роман, на ваш вопрос. А импресарио по России был другой. Это была Елена Недосекина. И вот вы видите график, где у нас Тольятти, Казань театр оперы и балета, Нижний Новгород театр оперы и балета, Сочи, Ростовский музыкальный театр, Москва, Кремлевский дворец, Концерт в Московской консерватории, Шестакович с Анетой Микеланджио, Октябрь, концертное турне по Европе и так далее. Самое главное, надеюсь, вы услышали, что он продвигал русскую культуру. И он был в этом плане очень благородным человеком. И еще в то время, уже 6 лет, как не Дмитрия Александровича с нами, он говорил в своих интервью, «Многие на Западе хотели бы любить Россию, когда она стоит на коленях. Такая позиция моей страны меня не устраивает». Он ощущал себя послом России за границей и продвигал, именно продвигал русскую культуру. У нас есть ряд фотографий. Как я понимаю, это спектакль «Женитьба Фигаро». Так, ошибочка, которая у многих. Есть сивильский цирюльник Джакомо Рассини, опера «Буф», которую мы знаем по знаменитому спектаклю с Мироновым. А есть «Свадьба Фигара». «Свадьба Фигара» Моцарта. И там, и там есть «Фигаро», «Играф Альмавила». Сейчас мы видим именно оперу «Буф» Джакомо Рассини, где Дмитрий Хворостовский поет «Фигара». Знаменитая каватина «Фигара». Головоломная каватина. Мы встретили в 2018 году, когда в Москве показывали коллекцию Хворостовского, оперного певца из Китая. Он говорит, у меня не получается это спеть. Он поцеловал портрет Хворостовского, ласкан пиджака, который мы показывали. Итак, Фигара Хворостовский пел в 1994 году. Это был его дебют в Берлине, в немецкой дойче опере. Первый раз. Он потом говорил, я был молод, юн, я играл с озорством, мне нравилось импровизировать. И по этим фотографиям, если мы обратим внимание на мимику артиста, это действительно головоломная, сногсшибательная опера в исполнении Хворостовского в том числе, как писала зарубежная пресса. А свадьбу Моцарта Александра сбилась, потому что на ее гастрольном графике, которая с 98 по 2001 год, свадьба Фигара, где Хворостовский поет партию графа Альма Вива. То есть другая партия. Вот она у нас как раз здесь помечена. Представляете, какой марафон, 7-10 спектаклей. И я немножко еще скажу самый интересный гастрольный график у нас с пометками Дмитрия Александровича. Как любопытно. То есть он какие-то пометочки, да? Да, он делает свои эмоциональные... Я вижу, кажется, он меня. Да, да, да. Вот смотрите, крупно покажите, пожалуйста. Здесь Дмитрий Александрович, у которого почерк очень сложный и доставляет очень много усилий затрачивать, чтобы расшифровать это. И мы видим, 99-й год, судьбоносный год для Дмитрия Александровича. Он впервые выступает в МЕД. И американцы считают, вообще на Западе считается, если ты не опробирован в МЕД, то ты величина еще не звездного масштаба. Да, но Хворостовского пригласили в участвовать в спектакле «Пиковая дама». И более того, он не только сподобился, он произвел фурор. Георгиев так поставил «Пиковую даму», дирижировал именно наш дирижер. И так был поставлен спектакль, что роль князя Елецкого стала главной. Он играл роль карающего проведения. А мы знаем, кто оперой увлекается, что партия князя Елецкого, она небольшая, но на ней был сделан акцент. И Хворостовский, как я уже сказала, произвел фурор. Ну что ж, наш великий земляк, конечно. К сожалению, времени немножечко не хватает. Наш великий по-настоящему земляк. Приглашаем всех на выставку «Голос, покоривший мир». Надо своими глазами это увидеть и самим ощутить. И, конечно же, больше и больше читать, узнавать про такие глыбы, как Дмитрий Хворостовский.